Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш Таро-прогноз на 19 января. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Прежде чем мы начнем вытаскивать карту для каждого знака, хочу предупредить, что я опять буду в поездках. И я сегодня ночью улетаю, и вряд ли будет какие-либо Таро-расклады пару дней. Судя по моему графику, я начну выкладывать видео со вторника в карту дня. Поэтому пару дней опять беру перерыв и отдых. Ну что, первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Рыцарь. Рыцарь мечей. Поездка, движение, путешествие, решение вопросов, связанные с документами, оформление чего-то здесь может произойти, активная коммуникация, когда вы будете общаться с кем-то, ездить на какие-то собрания, переговоры, и так далее, если это, конечно, касается деловых каких-то дел. Либо, может быть, здесь, когда вы принимаете какое-то решение, потому что приходит какая-то новая идея, здесь человек начинает развивать какой-то план, какую-то стратегию, прояснять какую-то ситуацию, и тут же начинает действовать. Но здесь вот то, что вы будете делать, судя по этой карте, ваш план будет работать на 100, потому что здесь очень быстро будет все развиваться, быстро будет все происходить в быстром темпе, потому что это скоростная и быстрая карта. Для кого-то это, может быть, поездки, полеты, переезды, или кто-то к вам может в гости приехать, либо, может быть, вы получаете письмо, документ, посылку, наконец-то, или здесь вот кто-то к вам на короткое время приедет погостить. Телец. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Здесь, знаете, уже какие-то, может быть, известия, новости, здесь, может быть, сдвиг, прогресс в каких-то ваших делах, нужно быть очень активными в этот день, что-то активно делать, действовать. Может быть, была стагнация, не было какого-то прогресса, был момент ожидания, и здесь, наконец-то, прорвалось, наконец-то получилось, наконец-то сдвинулось с места что-то, но тогда все будет происходить в очень быстром темпе. Для кого-то это, может быть, какие-то новые возможности, новые двери будут открываться, новые предложения, или, может быть, здесь нужно будет очень срочно и быстро куда-то поехать, полететь, получить какое-то письмо, кому-то что-то ответить. Наконец-то, может быть, какой-то документ придет, либо посылка. То, что вы ждете, здесь, наконец-то, произойдет, и все будет развиваться в быстром темпе, но, конечно же, вам нужно будет реагировать очень быстро и подстраиваться под ситуацию. Близнецы. Карта умеренность, карта спокойствия, карта гармонии, карта стабильности. Здесь не нужно суетиться, переживать, волноваться. Здесь всему свое время. Все произойдет тогда, когда оно должно будет произойти. Самое главное – научиться расслабляться, научиться балансировать в вашей жизни что-то. Это может быть в питании, это может быть в финансах, это может быть в отношениях, но смысл в том, что здесь спокойствие души. И здесь нужно просто довериться, довериться вселенной, и все произойдет. Самое главное – не суетиться, не нервничать, не переживать, не пытаться ничего опережать, потому что даже если вы будете что-то опережать, все равно быстрого результата или быстрого ответа вы не получите, потому что здесь ситуация именно будет длиться как-то умеренно, сбалансировано, постепенно, и здесь спокойствие. Рак. Карта башни. Здесь может быть неожиданные какие-то события, неожиданный какой-то звонок, сообщения, новости, внезапная какая-то ситуация может возникнуть в вашей жизни. Здесь также может быть и конфликтная ситуация, спор, ругань, скандал с кем-то, кто-то будет провоцировать вас на какие-то конфликтные разговоры. Может быть, получите известие, которое вас ошокирует. Здесь вот именно как гром среди ясного неба может произойти. Но, конечно же, с ней обязательно должно быть все в негативе. Здесь может быть и позитивный какой-то ответ. Здесь может быть резкий поворот каких-то ваших событий. Наконец-то прорвалось, наконец-то получилось, наконец-то добились, реализовалось что-то. Может быть, еще и так. Но здесь может быть эмоциональный взрыв также, потому что эмоции будут зашкаливать. И, конечно же, здесь у нас агрессивная карта и в то же время скоростная, потому что здесь энергетики планеты Марса. Марс у нас очень активный, шустрый, но в то же время и агрессивный. Поэтому здесь, может быть, что-то начинает будет откладываться, меняться, переноситься какие-то даты, задержки какие-то, могут быть поломки, что-то в доме может быть, может быть, будет ломаться, техника будет ломаться, либо, может быть, что-то связанное еще, не знаю, с переносами ваших поездок. Может быть, это неледная погода, да, в зависимости, где вы живете. Будьте осторожными с острыми предметами, с огнем, потому что это может быть ушибы, порезы, ожоги. Так что просто будьте осторожными и внимательными, даже когда вы водите машину или даже если вы пешеход. Лев. Карта солнца. Карта достижения, карта успеха, хорошего настроения, витальность. Когда вы будете полны энергии, вы будете целеустремленными, будет появляться желание что-то делать, действовать, ходить куда-то, развлекаться, праздновать, радоваться как ребенок. Здесь также какие-то хорошие предложения, хорошие известия, новости, когда вы почувствуете себя победителем, когда вы почувствуете себя на коне, потому что здесь вот именно может быть реализация целей. Это может быть предложение в плане карьеры, это карьерный рост, это может быть, когда вы возглавляете что-то, возглавляете свой личный проект, возглавляете, может быть, какой-то департамент в какой-то компании, И, допустим, может быть, наконец-то должность какую-то предложит вам руководителя. Здесь также могут быть какие-то поездки, путешествия или переезды. Или, может быть, здесь рождение ребенка, пополнение в семье. Конечно же, если эта тема для вас актуальна. Либо если у вас уже есть взрослые дети, ваш взрослый ребенок или ваши взрослые дети вас могут чем-то обрадовать, поднять вам настроение. И вообще настроение здесь должно быть очень хорошее. За что бы вы ни взяли, все должно очень хорошо получаться. Потому что это солнечный день. Также исполнение желания может произойти и для кого-то. Дева. Восьмерка. Восьмерка Пентакли. Вы мастер, вы специалист. Вы очень хорошо что-то умеете делать. И вот здесь кто-то ценит. Ценит ваш труд. Ценит ваше знание. Ценит вашу специальность. И здесь можно ее применить. Может быть, для каких-то личных проектов, где вам готовы будут заплатить за вашу работу, за ваш труд и больше, чем вы зарабатывали до этого. Может быть, для кого-то это получение денег за какие-то проекты или за работу. Или, может быть, здесь появляются клиенты, которые предоставляют вам возможность заработать. Или здесь появится новый заказ, когда можно будет поглубиться, погрузиться во что-то, сконцентрироваться. И, конечно, вовремя, в сроки что-то выполнять. Это может быть еще, если это не связано с финансами, то это может быть получение знаний. Когда вы именно трудились, обучались чему-то, учились какому-то мастерству. Наконец-то вы приобрели диплом, сертификат, подтверждающий вашу специальность или ваши какие-то знания. И вот здесь вот можно тогда уже применить их. Может быть, вы начнете обучать кого-то и передавать свой опыт и свои знания. Либо, может быть, здесь вы знаете, это повышение зарплаты может произойти. Может быть, вы какой-то тренинг проходили на работе. И для того, чтобы ваша зарплата увеличилась, может быть, вам нужно было пройти какой-то там элемент тренинга или какой-то специальности дополнительной. Ну, это в зависимости, какой компании вы работаете. Такое тоже возможно. И здесь, может быть, теперь у вас будет возможность увеличить свою зарплату или поднимается зарплата здесь. Диссе. Девятка. Девятка жезлов. Здесь уже какие-то завершения, достижения, заключения чего-то, что-то заканчивается, ситуация какая-то заканчивается, работа, проекты. С чем это не было бы связано? Ну, смысл в том, что уже какой-то цикл завершается, потому что девятки указывают на завершение. Здесь, конечно же, нужно было трудиться, вкладываться, погубляться во что-то, быть активными, шустрыми. Может быть, казалось, что вы разрываетесь на две части здесь для того, чтобы выполнить что-то вовремя. Может быть, нужно было бы успеть сделать и то, и это, и все, что-то происходит одновременно здесь. Казаться будет, что нужно защищаться, отбиваться, кому-то что-то без конца доказывать, стоять на своем, доказывать свои какие-то интересы или отстаивать свои какие-то интересы и права. Но в итоге вы добиваетесь своего. Да, может быть, будет непросто, нелегко, может быть, просто будет тяжело или много работы, и много активности, много труда, много движения здесь. Но смысл в том, что все получится. Все успеете, все сделаете, и все будет вовремя. Оно может отразиться немножечко на самочувствии. Здесь может быть головная боль, негрень, немножечко вялость, уставшись. Ну, конечно же, просто из-за напряжения, из-за активного дня. Скорпион. Рыцарь. Рыцарь-чаш. Предложения, поездки. Здесь, когда вы будете заботиться, может быть, о ком-то, ухаживать, кого-то понимать, поддерживать, сочувствовать, сострадать, состоится какой-то эмоциональный разговор, получите какие-то известия, новости, сообщения, съездите куда-то с кем-то в ресторан или выпьете что-то вместе. Когда вы просто можете поделиться своими эмоциями, поделиться, как вы себя чувствуете, выслушать кого-то, дать кому-то какой-то совет. Если вы свободны, для вас это рыцарь на белом коне, это свидание, это может быть какой-то подарок, это приятный сюрприз. Это когда просто, знаете, либо вы за кем-то ухаживаете и кого-то поддерживаете, либо наоборот, все то, что я перечислила, вы будете в этот день получать в свой адрес. Стрелец. Тройка. Тройка пентаклей. Здесь вы опытный специалист, мастер своего дела, умеете что-то очень хорошо делать. Здесь, может быть, получите какой-то заказ, либо, может быть, здесь поступит к вам какой-то проект, который принесет вам денежку. Также, если кто-то ходил на собеседование или искал работу, или здесь есть желание заключить какую-то сделку, контракт, это купли-продажи, или, может быть, вы заключаете какой-то договор с кем-то, с какой-то компанией, командой и так далее, то, судя по этой карте, у вас получится, потому что это работа, это проект, это люди, которые вам заплатят за ваше мастерство, вы сумеете заключить какую-то сделку. Здесь, может быть, нужно будет работать в команде вместе с кем-то или в какой-то группе, под чьим-то, может быть, управлением. Может быть, в зависимости, что вы делаете в области своей профессии. Здесь, может быть, например, вы, не знаю, строите дома или делаете ремонт, или, может быть, вы художница или художник и так далее. Что-то с творчеством, может быть, связано. Ну, здесь много профессий. Но смысл в том, что здесь вот именно вы можете это применить. И здесь, может быть, даже нужно будет работать с кем-то вместе, в паре или в группе людей. Это, может быть, какие-то сменочные работы, посменно работать, дополнительные часы какие-то делать. Это получение денег за заказы, за проекты. Это, может быть, заключение контрактов, если кто-то оформляет себя на работу. Или, может быть, здесь еще, знаете, как будет проиграться, если все то, что я перечислила, не связано с вами. Здесь, может быть, наоборот, когда вы обращаетесь к кому-то за какими-то услугами, к какому-то специалисту, к профессионалу идете. И здесь вы будете оплачивать кому-то за чьи-то услуги. Козырок. Шестерка. Шестерка мечей. Здесь поездка, здесь уже движение вперед, движение к стабильной, к лучшей жизни, спокойствие души. Здесь, наконец-то, что-то начинает меняться в лучшую сторону. Вы видите движение какое-то, потому что вы движетесь уже на правильном пути действия, получение какого-то ответа, какой-то прогресс, дорога, поездки, с кем-то вместе куда-то ехать, может быть, придется, поддерживать кого-то, либо кто-то будет вас поддерживать, принимать какие-то важные решения, но они будут в лучшую сторону. Это к лучшей жизни, это к лучшим возможностям, это могут быть какие-то предложения, связанные с работой, может быть, немножечко будете менять свою сферу деятельности или направление, или, может быть, здесь нужно переехать в другой город, или, может быть, здесь будете заниматься вопросами переезда, поездок, или что-то связанное с транспортом, или, может быть, кого-то куда-то нужно будет отвезти сегодня, может быть, кто-то улетает, и вы кого-то везете сегодня, поддерживаете или помогаете с переездом, или здесь, может быть, какие-то вопросы, связанные с коммуникацией, коллаборацией, с документами, могут наконец-то сдвинуться с места, потому что здесь что-то уже улучшением будет происходить. Водолеи. Карта Луна, Старший Аркан, здесь могут быть эмоции, здесь, может быть, ночью куда-то поздно ехать нужно будет, здесь, может быть, знаете, переменам настроения, когда вроде бы и весело, и вроде бы и грустно, здесь будете проявлять свои эмоции очень активно, но эмоции будут здесь зашкаливать, конечно, потому что здесь очень эмоциональная карта, будете очень чувствительными, ранимыми, мягкими, можете даже где-то прослезиться, ну, что-то вот будет вам, может быть, не нравится, или это какие-то обиды, или, может быть, вы расстраиваться будете по какому-то поводу, но это все может быть даже по мелочам, это просто, может быть, знаете, проходите через такую фазу, где, может быть, меняется настроение, да, и так вы почувствуете себя. Также интуиция будет очень сильно развита, здесь нужно будет прислушаться к своему внутреннему голосу, здесь, может быть, нужно кого-то поддержать, позаботиться о ком-то, может быть, состоится какой-то эмоциональный разговор. Также это еще, когда вы хотите действовать, но на данный момент не знаете, в каком направлении вам действовать, потому что кто-то вводит вас в заблуждение, или кто-то чего-то недоговаривает, не рассказывает или скрывает, или скрывает, и вот здесь какая-то непонятная ситуация может быть, и когда что-то нужно будет прояснить. Или это, может быть, вялость, уставшись, когда вы не готовы, может быть, заниматься ничем, вы просто хотите ленивого дня и отдохнуть, помечтать, расслабиться, пообщаться. Девятка. Девятка Пентакли – реализация целей, финансовые достижения, финансовый успех, получение денег, заработанные деньги вашим собственным трудом. Деньги могут быть из разных источников, это может быть ваш бизнес, это может быть какой-то проект, это может быть траты также, траты на себя, приобретение чего-то ценного, красивого, дорогого, здесь роскошь, здесь изобилие, здесь финансовый комфорт. Здесь также реализация целей и достижений. Если это не связано с финансами, конечно же, здесь может быть для кого-то какие-то свои личные интересы, цели были, ценности, и здесь может быть получение ответа, получение подарка, получение чего-то, может быть, наконец-то ситуация благополучно закончилась, то есть может быть вот так для кого-то, а может быть по магазинам будете ходить и что-то покупать себе красивое и дорогое. Позволять большего и лучшего, это какие-то новости, могут связаны с вашими финансами также, для кого-то это может быть финансы переходят на другой уровень, когда вы начинаете зарабатывать больше и лучше, может быть работа будет новая, которая и дает вам хороший источник дохода, или бизнес растет, развивается и дает вам стабильность вашей жизни и комфорт. Либо, может быть, здесь кто-то вас финансово обеспечивает и вам финансово помогает, тратится на вас, тоже может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи и успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку, огромное вам спасибо за ваше внимание. До скорых встреч. Пока-пока.